И сообщениями из мира культуры нашей эфир мы продолжим. Архиепископ Эстонской Евангелической Литеранской Церкви Урмос Вилма объявил в понедельник сбор средств для спасения обанкротившейся Нарской Александровской Церкви и самолично выступил гарантом, чтобы восстановить доверие к Церкви. О том, в каком состоянии сейчас находится здание Церкви и реально ли собрать требуемую сумму, мы сегодня поговорим с пастором Александровского прихода Олегом Севастьяновым, который сейчас находится в Нарской студии. Олег, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Церковь по распоряжению банкротного управляющего закрыли для богослужения уже полгода назад. В каком состоянии находится здание на сегодняшний день, по вашей оценке? Ну, за полгода мало что изменилось, потому что до этого времени у нас там продолжались службы, были экскурсии, так что, в общем-то, никаких разрушений нет совершенно. То есть газеты, которые писали о том, что здание может прийти в негодность, что весь этот ремонт, который был сделан, на который были потрачены достаточно большие деньги, что все это может быть, скажем так, уйти коту под хвост, все это немножко преувеличено или нет? Ну, пока маленькие сроки. Если это будет продолжаться, то, конечно, могут начаться и разрушения. На ваш взгляд, сегодняшняя ситуация, она действительно может помочь восстановить доверие к церкви? Потому что история, которая произошла, она действительно это доверие в какой-то мере подорвала? Ну, ко мне обращаются с вопросами нарветяне. И, конечно, я слышу только беспокойство и желание, чтобы все вернулось, чтобы все это продолжалось, чтобы люди ходили туда, как и в музей, и также на концерты, которые у нас последние два года были в течение года постоянные. И они очень верят в это. У них, в общем-то, оптимистические такие настроения, будем так говорить. И лично у меня, вот когда я услышал о том, что наш архиепископ Урмас Вильме сделал такое заявление, это для меня была большая радостная весть. Просто большая радостная весть. И вот тут даже, знаете, какая-то такая есть историческая закономерность. Все-таки этот собор был сделан в конце 19 века, ну, как бы одним человеком, на деньги, на средства одного человека, хозяина Кренгольской фабрики. А сейчас, если это получится, а хочется верить, что все-таки это получится, когда церковь будет восстанавливаться, как в старину, всем миром, и тогда она будет по-настоящему народной церковью. Она будет открыта для всех, всех желающих туда войти и обогатиться духовно и культурно. Вот просто очень хочется в это верить. Я из ваших слов делаю вывод, что не только, скажем так, прихожане заинтересованы сейчас, чтобы пожертвовать. Также Урмас, видимо, говорит о том, что бизнесмены крупные готовы пожертвовать какие-то суммы. Ну и, в принципе, норвитяне, которые не посещают эту церковь как некое сакральное здание, но просто обычные горожане тоже хотели бы как-то принять участие в том, чтобы сохранить это здание. Да, действительно, это так. Мне вот некоторые люди, которые связаны с церковью, с нашей, работали там как сотрудники, как дежурные, там уже говорят, звонят о том, что спрашивают. Очень много норвитян звонят и спрашивают, куда переводить. Мы хотим, мы хотим, потому что все-таки, ну, наш город имеет такие две достопримечательности исторические, как замок нарвский и вот этот наш собор. Он как визитная карточка. Когда особенно из России подходит поезд, особенно зимней ночью, то вот это вот светящееся, прекрасное, гигантское сооружение, оно очень вдохновляет людей, воодушевляет. И люди восхищаются этой красотой. И, конечно, норвитяне гордятся. Гордятся, вот что они имеют все-таки такую историю. В северном побережье Урмас Вильма сказал о том, что сейчас кому будет принадлежать здание, это вопрос технический, государству или все-таки приходу. И вот тут у меня возникает, собственно, вопрос. А если это здание отойдет государству и там начнет оперировать тот же самый Эсти-концерт, например? То есть это будет уже не церковь, а концертный зал. Этот вариант, он, как вы думаете, устроит ли сейчас горожан и вот сочувствующих? Ну, я не думаю, что все-таки он будет в чистом виде концертным залом. Эта практика существует давно. Например, в Санкт-Петербурге уже вот более 10 лет назад случилось это с немецкой кирхой, с кафедральным собором, когда она восстанавливалась как именно вот такой вот культурный центр. И несмотря на то, что там очень много отведено места именно концертной деятельности, все-таки службы идут регулярно. То же самое с нашей эстонской церкви в Петербурге, Яне Кирик, когда идет регулярно репертуар концертной классической музыки, и в то же время не останавливается воскресное богослужение. Здесь такой вариант вполне возможен, и он никому не будет мешать, ничего не будет разрушать, всему будет отведено свое время. То есть, по большому счету, неважно, кто будет владельцем этого здания, государства или приход, эти обе структуры, назовем их так сейчас, да, то есть и концертная составляющая, и составляющая богослужения будут ютиться под одной крышей, не мешая друг другу? Я в этом не сомневаюсь. Это будет духовно-культурный центр. Сейчас, в общем-то, даже и в мире мало приходов, которые могут содержать большие здания. Поэтому вот такая совместная деятельность, духовно-культурная, она вполне уместна, и не надо забывать о том, что в истории вся культура, кстати говоря, особенно средневековая, она выходила из монастырей. Они были центрами вот этой культуры. Там рождались замечательные литературные произведения, художественные, музыкальные, и даже театр, который мы сегодня имеем, он все-таки истоки свои имеет именно в монастырях средневековья. Как вы думаете, на сегодняшний день собрать пожертвования, обратиться к людям? Кстати, Урмас Вильяма сказал, что сегодня он стыдливо протягивает руку. Вот это стыдливое протягивание руки – это последняя возможность, так сказать, самый отчаянный ход, на который только можно пойти? Это не последняя возможность, но это самая лучшая возможность, будем так говорить. Я повторю о том, что церкви строились на средства, собранные именно людьми, народом, и церковь была именно народной. И сейчас это самый, я считаю, не стыдливый, а очень мудрый ход нашего архиепископа, вот это обращение. И я очень верю, что люди откликнутся. А почему же тогда и архиепископ называют его стыдливым протягиванием руки? Ну, это уже его личное дело, личное настроение души. Я не думаю, что оно очень мудрое. Олег, сказано было в той же самой статье, что пожертвования можно сделать при помощи перечисления в интернете. Есть ли, может быть, какие-то ящики где-то, там, где сейчас проходят богослужения? Ну, то есть, если вдруг люди хотят по старинке опустить какую-то монетку или бумажку в ящик для пожертвования, возможно ли это сделать? У нас такого нету. У нас мы сейчас служим в нашей маленькой церкви в Нарвии, Святого Михаила, это возле железной дороги. В общем-то, туда мало кто знает путь, добирается, туда приходят наши просто прихожане. Ну, и когда большие праздники, вот Пасха, все-таки горожане пришли в большом количестве. Меня удивилось, что вот эта маленькая церковь, там где-то 150 мест, она была вся целиком заполнена. А так нет. Я думаю, что все-таки вот через интернет, и вы сказали, что откликнулись даже крупные бизнесмены, я верю, что эта сумма будет собрана, и не просто вот на выкоп, но и на дальнейшее восстановление этого храма. Он должен, конечно, начать функционировать и снова радовать людей. Я последний вопрос очень коротко задам. А есть ли разница, откуда будут сделаны эти пожертвования? Ну, например, от крупного алкогольного концерна или еще от кого-то? Ну, вот здесь вы мне очень трудный вопрос задаете, на самом деле. Ну, если это искреннее вложение, мне трудно ответить на этот вопрос. Просто правда трудно. Если это не криминальные деньги, а законные деньги, любые законные средства, они уже не влияют. Может быть, даже и тем, кто вносит эти деньги, тоже какие-то будут преображения в жизни. Пастор Александровского прихода Олег Севастянов был у нас сегодня на связи из Нарвской студии. Олег, спасибо, что пришли к нам в эфир. А для вас, уважаемые телезрители, прямо сейчас на экранах сообщения из Мира культуры и анонсы социальных мероприятий.